Теракт в Крокус-Сити-Холле стал крупнейшим в истории России со времен Беслана. И если бы не героические поступки людей, которые находились в здании, жертв могло бы выйти еще больше. Посетители концерта прикрывали собой близких, выхватывали автоматы у бандитов, оказывали помощь раненым. Невероятное мужество проявили даже дети. Подростки Артем Донсков и Ислам Халилов, которые работали в гардеробе, вывели с места трагедии сотни человек. Поступок юных героев не остался без внимания. За последнюю неделю эти ребята привыкли к прицелам камеры фотосессиям. С Артемом и Исламом встречаются не только журналисты, чтобы взять у них интервью, но и представители спортивных и общественных организаций, чтобы лично поблагодарить за мужество и спасение жизней во время чудовищного теракта в Крокус-Сити-Холле. Я горд, что у нас в России есть такие ребята, как вы, которые проявили такую сложную минуту инициативу. Но, может быть, мы могли бы сами быстренько уйти и не помочь, но сделали большое дело благородное. В сердце российского физкультурно-спортивного общества «Спартак» юных героев пригласили неспроста. Они фанаты футбольного клуба и в раннем детстве сами занимались в «Спартаке». Теперь у Артема Ислама персональные именные мячи и сувениры, а также медали за заслуги перед физкультурно-спортивным обществом. Мы работаем в сфере спорта, и для нас не только спортивное воспитание детей важно, но еще и патриотическое. Я думаю, не каждый человек бы в данной подобной ситуации смог бы проявить эти качества сильного, мужественного ребенка и подростка. Артем и Ислам учатся в одном классе и сидят за одной партой. И в тот злополучный день вместе находились в Крокус-Сити-Холле. Подростки подрабатывали там в гардеробе. Во время теракта мальчики строго следовали инструкции о действиях персонала при эвакуации. Страх очень сильный был на тот момент, когда я особенно был с людьми в толпе. Я прям очень боялся в этом моменте. Я потихоньку отвыкаю от того шокового состояния, так как там много внимания. Конечно, спасибо за это огромное. Там общение с людьми мне помогает, и я потихоньку уже отвыкаю от этого состояния. Я видел людей, детей плачущих, и я знал, что они ничего не знают, и только мы им можем помочь. И вот не было никаких других мыслей. Я вот позвоню маме, когда оказался уже, вот, все рассказал. Она очень за меня переживала, спросила, далеко ли я, все ли со мной хорошо. И она хотела за мной приехать, но я вот отказывался, хотел остаться там. Вдруг какая-то нужна будет помощь. Это наша обязанность, это наш долг – спасти людей. Тем более при теракте, да. А то, что кто этот теракт делал, а у них нет веры. Несмотря на то, что вся страна называет их героями, они таковыми себя не считают. Но трагедия в Крокусе точно изменила жизнь этих ребят и заставила смотреть на многие вещи по-другому. А после визита в «Спартак» Ислам и Артем решили возобновить занятия по футболу. Луиз Эйгия, Зарян Сергей Гвоздев, Телеканал ЛРТ.